Приветствую вас, вы задавали ранее два вопроса про развод, вам ответили на них коллеги, вот, я думаю, что развод у вас до сих пор не проработан, непроличен, вот, я думаю, что вы до сих пор, ну, в некотором смысле страдаете от этого, от потери своего мужчины, вот, я думаю, что до сих пор вы его не отпустили, вот, и если я, Олеся, прочитал всё правильно, я сейчас открою ваш текст ещё раз, вот, значит, так, нет, это немножечко не тот, вот, вы пишете, значит, в 15 лет я прожила бряки, страшно любила, было всего, ну, было всего больше плохого, унижал, оскорбля, убил, то есть это ваши отношения были созависимые, скорее всего, отношения были созависимые, и, в общем-то, здесь отношения сетематистические, вот, мужчина разбил, вы, соответственно, мужчина-садист, вы мазохист, почитайте, пожалуйста, про это мазохистические отношения, вот, я вам могу сказать только то, что, поскольку вы являетесь в этом, в этой позиции мазохистом, то вам и необходимо такое отношение, и вы нуждаетесь в таком же отношении к себе, садистом, вот, поэтому можно вести речь о том, что вы до сих пор своего мышья уже бывшего не отпустили, хотя прошло вот без малого два года, но вы не отпустили его, вот, то есть вы по-преднему переживаете, по-прежнему он уйдает, если он по-прежнему хочет, чтобы он вернулся, возможно. Вот. Это всё, конечно, не может вам не мешать жить какой-то вот такой, ну, своей жизнью. Это не может вам не мешать строить свою жизнь и так далее. Вот. Чёрное полосовое неведение, по сути, мистификация, мистификация вашего жизненного пути, потому что объективно, объективно никакой чёрной полосы не существует. Есть ваше поведение, которое строится на определённых каких-то таких, скажем так, столпах. Вот. И, соответственно, здесь нужно корректировать ваше поведение. Ну и, соответственно, по-прежнему вам тоже необходима помощь, если вы до сих пор не можете пережить его. Самое главное, конечно, выйти из этого мозахистического состояния, из этого мозахистического состояния, состояния болезненной зависимости от человека, вот, который вы находитесь сейчас, на данный момент. Вот. В этом вам, грубо говоря, безусловно, поможет психолог, которого вы можете выбрать на сайте и начать с ним работать. Вот. По поводу того, что вы стареете? Нет, я не думаю, что дело в этом. По поводу того, что вы очень сильные. Не то, чтобы я сомневался в том, что вы сильные. Нет, я не сомневаюсь в том, что вы сильные. Но, ваша история, которую вы описываете, позволяет говорить о том, что не такая же вы сильная, а скорее вы слабая. Вот. Слабая и не способны вы полагаться на себя, не способны вы полагаться на собственные силы. Вот. К сожалению, к сожалению, не способны вы это делать. Вот. То есть, мне кажется, что вот так. Мне кажется, что вот так. Мне кажется, что так можно вам ответить на ваш вопрос. Вот. Ну и в целом, мне это ощущение, что вы готовы реально на собой работать, потому что вот то, что вы пишете, да, по поводу того, что повторю, как вы пытаться помогите, то есть это вот. Ну вот, вы пишете психологам, да, что у вас, значит, чёрная плаца, что вы терпеливая, сейчас уже, что жизни было много, и что сейчас вы уже не можете. Вот. Так, наверное, нам, чтобы вам помочь, нужно провести анализ, да, наверное, нам, чтобы вам помочь, нужно информации побольше. Вот. Я уверен, что у вас всё получится, если вы вспомните о том, какая вы, какая вы. До тех пор, пока вы ориентируетесь на кого угодно, кроме себя, вот. Ну, я полагаю, что ничего не будет, и это нормально. То есть это нормально, что ничего не будет, когда мы всё вы... Ну, для себя мало, мало что делать здесь вот, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд. Ну, опять же, опять же, как бы, я могу быть не прав, а всё в общем и целом скорректируется, так или иначе. Вот. И если вы хотите во всём разобраться, то меня спрошу на индивидуальную консультацию, на индивидуальную работу. Ну, вот. Будем работать, будем разбираться, будем смотреть. Вот. Исследовать. Будем. Вот. Вот так. В принципе. На этом всё. На этом всё. Я надеюсь, что я помог вам. Я надеюсь, что помог. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад вам помочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Помните, что только в процессе разбора того, что вам важно, только в процессе разбора своих противоречий вы сможете добиться, достичь тех вещей, которые вы хотите. Удачи вам и всего самого доброго. Спасибо. Продолжение следует...